Бронетанковый ремонтный завод номер 81. Ранние казармы кавалерийского дивизиона. 3 июля 1911 года в селении Армавир продемонстрировал свое искусство знаменитый российский аэронавт-парашютист Йозеф Древницкий. В газетном репортаже об этом событии сообщалось, к началу полета к назначенному месту собралась многочисленная толпа зрителей – тысячи, четыре, пять. Платная публика находилась внутри двора, а бесплатная размещалась на крышах домов, на заборах, вообще на высоких местах. Двор, из которого состоялся полет, находился на углу, так что к нему сходятся три улицы. Часа за два до полета они настолько были запружены публикой, что по прилегающим к месту полета кварталам было прекращено извозжечье движение. В 7 часов 32 минуты вечера приготовления были окончены. Шар быстро одеялся от земли, а смелый астронавт, держась одной рукой за кольцо, прикрепленное к сетке, снял с головы шляпу и раскланился с публикой. Публика застыла в восторженном молчании. Но вдруг на значительной высоте аэронавт стремительно ринулся вниз. Публика ахнула, но мгновенно успокоилась, так как над головой отважного аэронавта взвился розовый зонт. Полет окончился благополучно. В этот же период Армавир стал одним из остановочных пунктов на междугородних авиационных трассах. В новейших ставропольских краеведческих изданиях приводятся сведения о том, что вскоре после выступления в 2011 году в Ставрополе прославленный российский пилот Габр Влынский совершил на аэроплане «Вуазьен» перелет из губернского центра в Армавир. По сообщению местной газеты «Отклики Кавказа» 26 октября 1913 года в Армавир из Екатеринадара прилетели военный летчик 2-й авиационной роты 1-го севастопольского стрелкового полка поручик Котов и механик Волхорский. Их аэроплан «Ньюпорт» приземлился возле казарм кавалерийского дивизиона, где к этому моменту собралась масса любопытных сельчан. Из Армавира авиаторы планировали вылететь в Ставрополь. Далеко не все жители селения оставались пассивными наблюдателями победоносной поступи отечественного воздухоплавания. Армавир внес свой вклад в дело становления российской авиации, подарив стране такого замечательного летчика, как Амбарцум Кеворкович Арутюнов. Будучи по специальности механиком, он являлся совладельцем мастерской «Вулкан», где производились слесарные и кузнечные работы, изготавливались инструменты и несложная техника. Никто не знает, когда у мастера и изобретателя Арутюнова родилась мечта о собственной дороге в небо. Как бы там ни было, но механик оставил свое предприятие и решил целиком посвятить себя рискованному, но прекрасному летному искусству. Весной 1913 года он прошел курс обучения в Одесской авиационной школе. Вскоре Арутюнов занял у ряда состоятельных сельчан около 5000 рублей, на которой в Одессе им был куплен биплан «Фарм-Ан». Возвратившись в Вармавир, авиатор начал демонстрационные полеты, используя в качестве взлетно-посадочной полосы обширную площадь у казарм кавалерийского дивизиона. Как и большинство авиаторов того времени, Амбарцун Арутюнов был поистине фанатично предан воздухоплаванию. Даже в новогодний праздник 1 января 1914 года он не усидел дома и взмыл на своем «Фарм-Ане» в зимнее небо над Армавиром. Полет продолжался всего 10 минут, так как в открытой кабине пилот едва не замерз от бьющего в лицо ледяного ветра. Несмотря на это, на следующий день аэроплан храброго авиатора вновь поднимается под облака. Оторвавшись от земли в имении Хуторок, принадлежавшему барону Штейгелю, Арутюнов взял курс на Армавир. На этот раз он пробыл в воздухе более часа, держась на высоте от 300 до 400 метров. Удивительно то, что пилот решился лететь в темноте. Не имея каких-либо навигационных приборов и зримых ориентиров на местности, смельчак заблудился. Несмотря на сумрак, ему удалось успешно приземлиться в поле у хутора Ляпина в девяти верстах от станицы Прочнокопской. Тут Амбарцума Арутюнова поджидал неприятный сюрприз. Хуторяне, увидев, как с неба с шумом спускается какое-то крылатое существо, решили, что эта сама нечистая сила прилетела к ним на святки. Охваченные паникой жители заперлись в домах и потушили свет. Около получаса авиатор пытался призвать кого-нибудь на помощь. Наконец нашлись храбрецы, которые рискнули выйти к летчику. Получив от ляпинцев лошадей, он добрался до Прочнокопской станицы, а уже оттуда благополучно прибыл в Армавир. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова